Как известно, квартирный вопрос испортил не только москвичей. Квадратные метры становятся камнем преткновения повсюду. В случае Ольги Притчиной вопрос не квартирный, а домовый. По семейным обстоятельствам она не успела вовремя подать документы на вступление в право наследования их родовым деревенским домом. Сам дом вроде никуда не делался, только вот юридически он ей не принадлежит. Сама я никакой информации не нашла. Я поняла только, что нужно подавать в суд. Я не смогу этим заниматься, мне некогда, и у меня нет денег совершенно на адвоката. В общем, я совершенно запуталась и не знаю, что мне делать, если честно. Чтобы помочь разрубить Ольге этот Гордиев узел, мы с ней все же отправились к адвокатам. Но денег в этот поход с собой не брали. Нотариус отказал мне. Я не успела вступить в право наследства, а дом мне очень дорог. Поэтому прошу меня помочь. В этом доме мое детство прошло. И все мои воспоминания детские связаны с этим домом. Бабушка там моя жила. В общем, получается, что мне бы хотелось, конечно, очень вступить в право наследства, и чтобы этот дом был в дальнейшем моим. Оля, значит, у нас наследственные дела имеют такую достаточно четкую специфику. Порядок вступления в наследство четко регламентирован законодательством. Так как пропустили срок, нам придется обратиться в суд с исковым заявлением и, соответственно, восстановить ваши права, и вы примите, вступите в наследство. Вот такое юридическое решение проблемы. И Ольга не единственная, кому помогли здесь. Эта практика бесплатных консультаций жителей Ленинского района существует уже не один год. Нашему проекту уже более пяти лет. Изначально совместно с Уполномоченным по правам человека в Ленинском районе мы начали оказывать разовую помощь социально незащищенным слоям населения. А сейчас это уже полномасштабный проект. Действует он во всех поселениях района. Жители обращаются по любым насущным вопросам и, соответственно, получают необходимую консультацию и помощь. За время существования этой адвокатской практики Станислав Радченко и его коллеги разобрали более трехсот дел в разных правовых сферах. Будь то земельное право, дела по праву наследования, семейные тяжбы, произвол работодателей – неважно. Тут постараются помочь каждому. Однажды к нам обратился замечательный человек, это директор музея школы Горки Антона Алла Григорьевна. Со стороны администрации школы была попытка ее незаконно уволить. Она обратилась к нам, мы проанализировали ее ситуацию и было подано соответствующее заявление в суд о восстановлении ее на работе. И было принято положительное решение в ее пользу. На сегодняшний день она до сих пор работает директором музея школы Горки. За этот, безусловно, важный общественный проект адвокаты практики получили губернаторскую премию «Наша Подмосковья». Но после обретения награды бескорыстную деятельность не прекратили, а наоборот расширили. Если вы попали в сложную жизненную ситуацию и не видите выхода, знайте, он есть. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Елена Кошелева, Видное ТВ.